Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале GadgetMoney, это май 2020 года. Самоизоляция, но можно гулять одиночкой и только в лесу. Давайте начинать, поехали! Собственно, как я, как старый Дункан Монклауд, горец всех горцев, нахожусь на отсюда своего района, лесополоса. Я в перчатках, у меня есть маска, соответственно, могу быть на улице. Здесь нету рядом никого, на расстоянии как минимум 30 метров от меня точно. Сегодня я хотел бы с вами поговорить о электротранспорте в очередной раз. У меня был печальный опыт, ровно год назад я приобрел свой первый электросамокат. Это была Kuga M4 Pro моделька на 16 тысяч ампер часов. Очень понравился самокат, очень понравился позитивный опыт его использования, но не очень понравилось, соответственно, качество сборки. Я не понимал тогда в транспорте ровным счетом ничего. Я не знал, что купив самокат, его надо дорабатывать, перебирать, разбирать, менять болты, смазывать. И как бы я думал, как из коробки, знаете, телефон достал. Но я же не лезу его открывать и меняю аккумулятор там или делаю что-то за производителя. Суть не в этом. К самому самокату, как к модели, претензий ноль. То есть это очень хороший, доступный, народный самокат. Он до сих пор пользуется популярностью, поэтому я оставлю в описании к этому видео и в комментариях к этому видео ссылочку на плейлист, как все было на самом деле, с чем я столкнулся в том году, какие у меня были проблемы. А у этого самоката иногда бывают проблемы, бывают гарантийные случаи. Как со мной поступил магазин. Спойлер, очень херово. Ну а сейчас я хочу поговорить о том, что какой же все-таки электросамокат покупать сейчас, в 2020 году. Впереди лето. Рано или поздно ситуация, сами знаете, с чем закончится. Надо передвигаться по городу. Сзади меня стоит велосипед, электровелосипед, который я купил в середине того лета. Неплохая моделька. Е-байк Маратти. Соответственно, у него очень хорошая комплектация. Там сумка есть. Сам по себе выглядит неплохо. Я вешу 95-96 килограмм. Он выдерживает до 130. Мотор 250 ватт. Колеса 16 дюймов. Надувные. Все хорошо. Но не те ощущения, что на самокате. Я его, соответственно, буду продавать. Но пока катаю, пока, скажем так, не приобрел новый. Суть не в этом. Суть в словом, что я хотел вместе с вами поговорить, какой все-таки самокат купить. Кстати, да, не обращайте внимания на прическу, потому что два месяца самоизоляция не дает о себе знать. Собственно, какой электросамокат нужно купить в 2020 году? Многие из нас, кто посмотрит этот ролик, и я, в том числе, задался таким вопросом. На что стоит обратить внимание? Какой должен быть бюджет и где покупать? Покупать где, я буду говорить в следующем, соответственно, видео. После того, как я сделаю выбор свой и приобрету этот самокат, который я должен выбрать. Ну, а пока поговорим о первом. О цене. Какая все-таки должна быть цена? Я вижу цену в коридоре между 30 и 50 тысячами. Объясню почему. Потому что 30 тысяч – это уже хорошо. Из-за курса доллара, из-за скачков, из-за ситуации на рынке, из-за ситуации, соответственно, сами знаете с чем. Остановилось большинство производства. Есть некий дефицит, потому что китайцы не работали. Соответственно, курс валют подскочил, цена выросла в рублях. Ну и, собственно, самокаты, которые стоили еще до 1 января, к примеру, 28-35 тысяч рублей, сейчас стоят порядка 50 тысяч рублей. 45 тысяч рублей. Суть не в этом. В общем, у нас коридор от 30 до 50, потому что все, что меньше 30 – это уже такое себе. То есть это будет либо бу-рынок тех самокатов, которые мы будем выбирать, либо это будут модельки, скажем так, с незначительными характеристиками. Хотя всеми любимый народный Куга, как раз-таки варьируется начальная моделька, там, от 15 до 30 тысяч рублей. Но это тема отдельного видоса. Я буду выбирать в категории от 30 до 50. Ну а сверху 50 тысяч рублей – это уже будет категория денег, когда вы покупаете самокат для того, чтобы его усовершенствовать, модернизировать. Есть самокаты стоимостью 70, 60, 90 тысяч, 120 тысяч рублей. Это, безусловно, отличные модели, но я не вижу этот рынок в виде такого, скажем так, популярного, потому что, согласитесь, ну не каждый, наверное, второй будет покупать себе самокат стоимостью 89 тысяч рублей. Скорее всего, будут люди обращать внимание на самые популярные модели. Я на них и, собственно, и обратил внимание. Потому что они заслужили свою популярность, во-первых, доступностью, во-вторых, техническими характеристиками, в-третьих, вообще эксплуатацией. И сегодня мы будем выбирать среди трех моделей. Первая моделька – Kuga X1. Это новинка, конец 2019-го, начало 2020-го года. Самокат с хорошими техническими характеристиками. Соответственно, производство Kuga. У него мотор 600 ватт, по-моему, если я не ошибаюсь. 10-дюймовые покрышки надувные. Собственно, удобная конструкция. Какие-то моменты доработали. Очень хорошо он разгоняется. Очень хорошие у него, соответственно, технические характеристики. Я объясню сразу. Я не профессионал, я не эксперт. Здравствуйте, меня зовут Анатолий. Я эксперт электротранспорта. Нет, я не Анатолий, я Павел, во-первых. И я нифига не эксперт в электротранспорте. Я обычный пользователь, обычный покупатель, который, собственно, рассуждает на эту тему. Так вот, Kuga X1 – один из прекрасных самокатов стоимостью 30-32 тысячи рублей, в зависимости от того магазина, где вы будете покупать. Ссылочки на всякий случай я оставлю на самые выгодные предложения в описании. Под этим видео. Вообще, на все самокаты, про которые я сегодня буду говорить, будут ссылки в описании под этим видео. Для того, чтобы вы зашли, посмотрели, сравнили динамику цен в нескольких магазинах. И, может быть, сделали такой же выбор, как сделаю я. Во-первых, сначала напишите, что выберете вы. Первая модель, как у Kuga X1. Далее поехали. Всеми любимый Xiaomi M365. Но непростая модель, которая у нас, соответственно, 250 ватт мотор. Колеса, которые постоянно надо менять из-за того, что, в общем, он имеет ряд технических недостатков. А моделька Прошка. То есть, это уже усовершенствованная модель. Очень всеми полюбился. Как раз-таки в районе 32-40 тысяч рублей сейчас стоит. Можно найти на Яндекс.Маркете. Я, опять же, ссылочки оставлю на магазин в описании под этим видео. Почему он? Ну, во-первых, мотор помощнее. В-третьих, батарейка очень хорошая. Там, по-моему, 15200 мАч. Соответственно, у него очень хорошие технические, ну, вообще, отзывы, технические характеристики хорошие. И отзывы пользователей тоже хорошие. Это хороший классический самокат, всеми любимый. Городской самокат для передвижения от точки А до точки Б, для поездки на работу, для поездки, семейные прогулки. В общем, это, можно сказать, универсальный самокат. Далее. Третья моделька, это, соответственно, конкурент М365 Pro. Это Ninebot Max G30 и G30 Pro. Точнее, P. Отличие там именно в модели, для какого рынка он сделан. Потому что для Европы, для Германии там ограничение скорости определенное. Для другой Европы, вообще, в том числе и для России, ограничение скорости тоже другое. И для американского рынка самые мощные самокаты, точнее, мощность остается такая же. А с оптового ограничения все убрали. Почему эта моделька? Ну, это, на данный момент, флагманское решение от компании Ninebot. Они доработали все свои модели. Я спрашивал у своих знакомых, которые являлись владельцами Ninebot ES4 и ES2. Это очень хороший самокат с дополнительным аккумулятором. Ездят по несколько тысяч километров. И горе люди не знают. У них были ряд недостатков. Они до сих пор актуальны к покупке. Я тоже, на всякий случай, оставлю ссылочки в описании, для того, чтобы вы посмотрели. Потому что все-таки G30 стоит, ну, порядка сейчас 45-54, если в Wildberries, например, смотреть. Это достаточно серьезная покупка. Стоит больших денег, но можно найти, где дешевле. И я вам об этом расскажу в комментариях и в описании под этим видео. Так вот, три модельки. У нас М365 Pro, Ninebot Max G30 и непосредственно всеми любимый Xiaomi М365 Pro. Почему эти три модели? Во-первых, мы помещаемся в карман по деньгам. Это до 50 тысяч рублей. Это раз. Второе. У них плюс-минус одинаковые характеристики. Ну, конечно, X1 у нас будет самый мощный. Но в пике, хочу заметить, Ninebot Max, соответственно, развивает мощность в 700 Вт. То есть, он может в какой-то степени потягаться с X1. Вы скажете, да нет, это все фигня. Надо вообще не то брать. За эти деньги можно взять там вот то, 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 то. Бога ради. Берите. Но потребительский рынок и рынок спроса именно... Вы зайдите просто на FOPDA. Посмотрите, какой выбор делают пользователи. Обычные пользователи, обычные люди, такой, как вы, я, сосед какой-нибудь. Он купит то, что у всех на слуку. Он купит то, что дает нормальную гарантию официальную. Он купит то, что он знает, скажем так. Он купит марку. Если вы эксперт в электротранспорте, если вы копите себе на самокат, который вы в последующем будете апгрейдить, или вы знаете, что за 50 тысяч вы купите ноунейн китайца, бога ради, вы на самом деле молодец. Я хотел бы иметь столько знаний в голове, сколько вы по электротранспорту, но, к сожалению, ограничиваюсь лишь тем, чем ограничиваюсь. Собственно, вот такой вот выбор. Мне очень интересно, что напишите вы. Я уже в ближайшее время буду делать свой выбор. Я надеюсь, с большинством людей мой выбор совпадет. Пожалуйста, поставьте этому видео лайк. Дункан Маклауд в виде Паши возвращается. Канал Gadgetmania никогда не умирал и умирать не будет. У меня есть очень много интересных историй, которые я вам расскажу, в том числе по опыту с магазинами, с магазином, который мне продавал Kuga M4 Pro. Расскажу вам, где и что с самокатом. В общем, оставайтесь на связи. Пишите Donald Duck, если досмотрели до этого момента. И совсем скоро увидимся. Ставь лайк за Маратти, за меня, за нас, за всех. Пока-пока. Всего доброго. Удачи. Бэкстейдж съемок. Вот так вот. Главное, чтобы клещи не покуцали, а вот. Мой стул. Мой байк. И мой лес. Собственно, офигенно, да? Мне очень нравится.